Царство грибы включает около 100 тысяч видов. Изучением грибов занимается наука микология. Ученые полагают, что грибы это группа организмов, имеющая различное происхождение. Предками большинства из них были бесцветные жгутиковые простейшие. Возраст самых древних из найденных грибных спор 170-190 миллионов лет. В царстве грибов различают отделы хитридиомикота, зигомикота, аскомикота, базидиомикота и оомикота. Отдельную группу образуют несовершенные грибы. Грибы имеют свойства, сближающие их как с животными, так и с растениями. С животными у них сходный тип питания, гетеротрофный. В клетках отсутствуют пластиды, они накапливают гликоген в качестве запасающего вещества, а не крахмал, как растения. В состав клеточной стенки входит хитин, а не целлюлоза, как у растений. Продуктом обмена веществ является мочевина. С растениями грибы роднит наличие клеточной стенки, способ потребления питательных веществ, всасывания, а также способность к неограниченному росту и неспособность к передвижению. Размеры грибов колеблются от микроскопически малых до гигантских до полуметра в диаметре. Грибы сильно различаются по строению. Отличительный признак грибов – строение их вегетативного тела. Это грибница или мицелий, состоящий из тонких ветвящихся нитевидных трубочек гиф. Грибница имеют большую площадь поверхности, через которую поглощает питательные вещества. Часть ее, расположенная в почве, называется почвенной грибницей. Наружная часть, то что мы привыкли считать грибом, называется плодовым телом, на нем формируются органы размножения. У большинства грибов мицелий разделен перегородками на отдельные клетки. В перегородках имеются поры. В цитоплазме клетки гриба располагаются рибосомы и митохондрии. Аппарат Гольджи развит слабо. В акуоле содержат гранулы белков. Включение представляет собой глыбки гликогена и капли жира. Наследственный аппарат сосредоточен в ядрах, которых может быть от одного до нескольких десятков. Размножаются грибы бесполым путем, с порами, развивающимися в спарангиях, или вегетативно, частями мицелия. У некоторых видов есть половое размножение. Грибы издавна используются человеком в пищу, дрожжи применяют в пищевой промышленности, спорынью и чагу используют для получения лекарственных препаратов. Но существуют грибы-возбудители заболеваний человека, животных и растений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова